Элементарно, вот эти линии вы можете раскидывать везде, где вам угодно. Можете с этого края, можете сверху, можете снизу. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал и на наш телеграм, и на телеграм. В школу граффити самое главное. Там девчонки ведут конкурсы, постоянно подписывайтесь. Очень интересно там время проводить. Меня зовут Слава. Я каллиграффити-художник. То есть сегодня буду объяснять, что такое каллиграфия, как ее правильно делать, чем лучше делать. И попытаюсь ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Вот, что вы знаете вообще в принципе о каллиграфии? Правильно говорить не рисовал, а писал. Это же письмо все-таки. Вот, объясню вкратце. Каллиграфии есть готика, есть любые вообще способы. Самое главное, это вот самые главные этапы, которые есть в каллиграфии, это готик. Вот на примере здесь можете посмотреть. То есть максимально ровные линии мы их прописываем. Также есть фантазия. Отталкиваемся от нее. То есть, допустим, вот это не готика. Чтобы быстренько научиться ей, и чтобы плюс-минус линии были ровные, должны быть прописи. Грубо говоря, вы их можете найти в интернете, на любых площадках. Чтобы линии были идеально ровные, вам нужно прописывать постоянно одну и ту же линию. Вот именно здесь прям элементарно показано, как это делается. То есть, видите, каждая линия, она друг на друга похожа. Но при этом здесь, если вы видите, здесь написано слово. Кто-нибудь... Ну, да. Это не сладость. У меня какая-то. Можно я скажу? Давай. На минимум написано. Вот. Ты видишь это? Да. Ой, я тоже увидела. Можете доставать кисточки. Прямо нажимай, не стесняйся. Прямо вот так можешь нажимать. Чтобы она стала у тебя мягкой, чтобы ты ее мог, видишь, водить в разные стороны. Так, теперь ты. Прямо нажимай, не стесняйся. Прямо вот так вот. Все размяли? У всех кисточка мягкая стала, не жесткая, да? Да. Для начинающих, чтобы вообще научиться, проще делать ручкой, которая называется пилот. Может, кто-то слышал про нее? Пилот. Самое проще всего размер пера, чтобы составлял 5 миллиметров. То есть, это будет для вас проще. Вы будете понимать, как правильно вести, как правильно вообще пользоваться. Также вы ее можете заправлять. Помимо стандартных чернил, которые покупаются в магазине, можно заправлять тушью. Это лучше всего. Чернила, вот, допустим, для маркеров, акриловые, они не подойдут. Да. Надо максимально, чтобы она жидкая была, как вода прям. Сейчас мы попробуем с вами нарисовать первую линию. Пропитываем кисточку не полностью, а пропитываем кисточку именно кончик. Видите? То есть, у меня кисть не полностью пропитана, а только вот этот край. То есть, полностью окунать ее в краску не надо. Мы ведем линию сверху вниз, ровную. Сейчас, сейчас, секунду. А теперь ровно? Всем видно? Да. Не от самого края только. Ага. Теперь рядом еще одну рисуем. Только теперь смотрите. Линия должна быть толщиной кисти. То есть, некоторые нарисовали... Вот, да, у тебя толстая, видишь, линия? Я буду на лампе, на лампе. Это 2х размерчик. Рядом рисуем еще одну такую. Только теперь запомните. Не от края, а отступите, допустим, 2 сантиметра и рисуйте еще одну линию. Мы будем пытаться сделать хвостик. То есть, сначала смотрим, потом делаем. Прислонились к кончику нижнему. И поворачиваем линию против часовой стрелки. Нет, просто прямую. Снимаем ромбик. Ставим вот так точечку ровно посередине. Видите, линия получилась. Всем видно? И ведем ее вниз. Вот. Да, но у тебя, видишь, она как касается к линии сильно. А букву S можно написать вообще разными способами. Но самый легкий это 3 линии. 3 линии, которые будут между собой соприкасаться. То есть, первая линия это самая середина. Вторая линия это низ. Третья линия это верх. Я сейчас нарисую несколько вариантов. Какая понравится, такую будем пробовать. А если я беру, то ничего не будет. Ну ничего страшного. Ну ничего страшного. Понятнее? Понятнее. Ну что, ну-ка-ну-ка. И выкручиваем кисть. То есть, вот такая линия. Здесь везде так используется. То есть, помимо того, что вы ее, допустим, провели, вы ее можете вбок куда-нибудь уводить. То есть, сверху, снизу. У вас есть буква S. Можно сделать разные линии. Вот так. Можно вот так сделать. Можно вот так сделать. Ну, грубо говоря, да. Чтобы она более живая была. Мы рисуем линию. Также вы можете вот этот кончик, как я вот здесь объяснял, либо оставить так, либо завернуть. То есть, кому как удобно. Ха. Ха? А, ха тоже легко. Теперь, смотрите, тут самое главное. Не в прямое касание. То есть, вот, допустим, вот у нас линия есть. Не вот так делаем, а немножечко под наклоном. И выводим ее вперед. Также можно сделать хвостик. Снизу сделаем так же. То есть, не в прямое касание, а чуть-чуть под углом. И также можно сделать хвостик. Это большая. Можно сделать вообще и маленькую легко. Как по маслу. Увидел? А? Большая, она самая классическая. То есть, ты из G можешь делать спокойно Си, как бы. Так, все попробовали? Да. Да, хорошо все. Мы закрашиваем не вплотную. Мы создаем фон. Так, давай на твои попробуй. Ты не против? Дай сюда. Так, это черный цвет везде? Это черный. У тебя фиолетовый, да? Фиолетовый. У тебя? Ага. Мы не будем полностью их закрашивать. Мы будем создавать фон. То есть, нам не обязательно прям, чтобы все закрашено было. То есть, можно какие-то линии создавать. А, давайте свою тему поставим вот здесь. Нарисуем огромный, большой чебурек. То есть, мы припыляем немножко. Что это? Да вы все будете сами делать. Я просто дайте попробую. То есть, грубо говоря, напылом вот таким. Просто мне нарусил краску с ними. Да. 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 Выберем, что мы будем с вами рисовать на картинах. Либо имена, никнеймы свои, либо мы будем делать просто обычную картину. У некоторых кисточки, возможно, сейчас подсохли немножко. Окуните их в краску. Мы картину будем делать не с центра, а с каждого, с каждой из четырех сторон. То есть, с углов, с верхней, вообще хоть какую. То есть, я буду примерно показывать, как можно ее сделать. А вы уже смотрите сами, где это и как это применять. То есть, я любитель прямых линий. То есть, я беру с одного угла и просто рисую линию. И максимально ее заужаю. То есть, делаю маленький кончик. Также беру сверху и делаю еще одну такую же линию. То есть, тут уже все ограничивается вашей фантазией. Вы можете много линий сделать, можете мало линий сделать. Также беру и делаю хвостики. То есть, мы пытаемся заполнить пространство, чтобы у нас не было одного фона. Так, я сделал с одного края один. Буду теперь делать снизу, чтобы было понимание. Нет, нет. Это я плюс-минус показываю, как можно разместить. То есть, элементарно, вот эти линии вы можете раскидывать везде, где вам угодно. Можете с этого края, можете сверху, можете снизу. Ух! Ну да, остался. А потом кончик можно немножечко закруглить. А что бояться-то? Это же можно перекрасить, правильно? Ты же учишься, тебе же никто не просит. Типа, тебе это никуда продавать пока что не будешь. Блин, я понял ваш план. Вы собираете мои картины, чтобы потом, когда я стану популярным, продавать их за оверприз, да? А, блин, грамотные ребята, блин. Сделай графики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова